Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков компании «Секнил» и с вами я, Артур Идиатуллин. Департамент труда публикует сегодня отчет по рынку труда в США, учитывая, что Федрезерв предупредил в среду, что политика будет теперь опираться на входящие данные, и не сказав прямым текстом, где верхний порог ставок, положительный сюрприз в трудовой статистике сегодня станет необходимым поводом для коррекции ожидания вверх по повышению ставки. Терпение Федрезерва в вопросе ставок еще не означает отказ от планов ужесточения политики, это нужно иметь в виду. Вспоминая оправдание ФРС, почему нестребенные планы были свернуты, особенно формулировка приглушенные признаки ускорения инфляции, то есть Muted Inflation Pressure. Понятно, что сегодняшний отчет должен получить классическую интерпретацию, где все решает темпы роста оплаты труда, как прекурсор потребительской инфляции. Рыночный консенсус по отчету сложился следующим образом. Рабочие места должны вырасти на 165 тысяч. После перевозки на 312 тысяч в декабре рост зарплат в годовом выражении должен составить 3,2% или 0,3% против 0,4% в декабре. Уровень безработицы, скорее всего, кажется неизменен на уровне 3,9%. Если количество рабочих мест вырастет, что наиболее вероятно, это станет рекордным сотым месяцем подряд, которым экономика США сгенерировала рабочие места. Однако цифра 165 тысяч будет ниже среднего за 12 месяцев, а значение в 202 тысячи. Остановка работы правительства должна незначительно повлиять на безработицу, так как госслужащие, не получившие компенсацию, все равно будут учитываться как занятые работники. Как следствие, основной удар по рабочим местам из-за неплановых каникул правительства может прослеживаться в компаниях, имевших госконтракты. Оплата по ним была задержана, и как следствие, данные фирмы могли повременить созданием новых рабочих мест. Задухание эффекта фискального стимулирования, отложенные эффекты повышения процентных ставок, сильный доллар, и влияние экспортных поршень, вероятно, затормозит создание новых вакансий. С другой стороны, дефицит работников широкого диапазона квалификаций, как показывает статистика официального органа, 39% опрочных менеджеров предприятий сообщили, что не могли найти работников. Это также может негативно отразиться на цифрах, на более слабом приросте рабочих мест. Усиление конкуренции за рабочую силу в таком случае должно быть выражено в росте оплаты труда. Так что комбинация слабый рост вакансий и позитивный сюрприз в оплате труда будет как раз говорить о положительном тренде на рынке труда. Влияние погоды, как ожидается, окажется незначительным, так как в январе было относительно теплым в США и сухим по сравнению с декабрем. Среднее значение правоначальных заявок по безработице за прошлый месяц снизилось. За прошедший месяц 221 тысяча против 223 тысяч в декабре, что говорит о продолжении замедления темпов увольнения. И если брать в расчет тот факт, что из 380 тысяч до 800 тысяч рабочих, которые так и иначе сидели без работы из остановки правительства, часть обращалась за пособием по безработице, то есть фактическая цифра по пособиям по безработице может быть даже еще лучше за январь. В историческом срезе за последние 4 из 5 лет, в которых экономика США находилась в фазе экспансии, то есть актуальная безработица была ниже долгосрочной средней. Увеличение рабочих мест в январе оказывалось выше значения в декабре, прежде всего за счет ослабевания ограничений на предложение труда. Что касается предварительной статистики от ADP, то опубликованное значение 213 тысяч рабочих мест было выше рыночного консенсуса на 32 тысячи. Показатель ADP, точнее показатель MFP более волатильный, чем метрика от ADP, то вот видно оранжевым цветом изображен график MFP и синим ADP. Но тем не видно, что ADP дает все-таки удовлетворительную оценку об изменениях в официальном показателе. В пользу слабого отчета может говорить опрос менеджеров и фирм, в сфере услуг от ICM. Текущая оценка условий была достигнута пика в сентябре, после чего перешла в снижение. Кроме того, индекс условий от Goldman Sachs в непроизводственной сфере снизился до минимума 27 месяцев, минус 1,4 пункта в январе против 52,3 пункта в декабре. В целом ожидания по отчету складываются довольно позитивно, однако реакция на рынке, скорее всего, будет всецело зависеть от динамики оплат труда. Продолжение следует...